GM и Fiat Chrysler сообщили, что приобрели федеральные кредиты на выбросы парниковых газов и таким образом, рождается своего рода система ограничения и торговли, которая накладывает дополнительные расходы на автопроизводителей, которые не хотят менять топливо своих автомобилей, и дает преимущество другим, более экологически чистым. Tesla не первый год сообщает о продаже своих кредитов. Но покупатели, как правило, оставались неназванными. И только в апреле Financial Times, учитывая эти новости, неудивительно, что Fiat Chrysler покупает федеральные кредиты США на экономию топлива у Tesla, чтобы соблюдать еще более строгие законы о выбросах в Соединенных Штатах. Удивительно то, что General Motors, по слухам, также покупает кредиты на соответствие требованиям у Tesla. GM, самый большой конкурент Tesla в области продаж электромобилей, в четвертом квартале 2018 года компания продала достаточно электромобилей Bolt, чтобы инициировать отказ от федеральной налоговой скидки на электромобиль. Но в конечном итоге GM продает гораздо больше двигателей внутреннего сгорания, чем электромобилей. Согласно Bloomberg, GM в настоящее время не нужно прям уж так сильно покупать кредиты. Однако компания делает это, чтобы в будущем соответствовать еще более жестким требованиям по выбросам. Детали сделки между Tesla, GM и Fiat не публикуются. Но мы знаем, что Tesla продала парниковых кредитов на 190 миллионов долларов в три кварталя 2018 года. С 2010 года компания заработала почти 2 миллиарда долларов на продажах кредитов в соответствии с зеленым законом. Почитайте в каком. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо. 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 Спасибо.